Одесский припортовый завод в связи с экономической ситуацией может изменить график работы. Да, сейчас я говорил с директором, мы дважды с ним общались на эту тему. Действительно, сегодня есть такие предпосылки, но это решение не окончательное, о том, что может вообще остановиться завод полностью из-за того, что сегодня идет снижение реализационной цены всей продукции, и аммиака, и карбамида, значительное, и поэтому при реализации продукции завод может получить большие убытки. За прошлый месяц, за январь месяц, завод получил больше 50 миллионов убытков, при том, что он работает на одном агрегате аммиака. Если бы работал два агрегата, получили бы больше 100 миллионов убытков. Поэтому вопрос может стать о том, чтобы остановить временно, это не все постоянно, временно завод, потому что и как бы пережить это сложное время по спаду цены. Чем это вызвало цена, спад цены? Это то, что сейчас сняли все санкции с Ирана, а Иран является одним из основных стран, которые добывают газ, и у них есть свои заводы, которыми тоже производят химические удобрения. Если раньше этот Иран имел квоту, допустим, 30% производства и реализации на внешнем рынке, они сейчас открыто не могут все 100% производить и реализовывать продукцию, химическую продукцию на внешнем рынке. Но если у них газ себестоимости будет 30 долларов, а у нас будет около 300 долларов с доставкой с НДС и так дальше, поэтому конкурировать с ними очень и очень сложно. Ну и сейчас время зима и так дальше, рынок, как правило, спрос на химические удобрения, на удобрения есть уже где-то ближе к весне. Поэтому вопрос стоит так. Но сейчас решает вопрос по получению кредита. Кредит в Государственном банке, Газпромбанке, как он правильно называет. Ощущий банк? Нет, есть два банка государства. Поэтому сложно как государственному предприятию получить кредит, потому что нужно куча разрешений. Но вопрос рассматривается. И когда я говорю Валерию Степановичу, что получите кредит, все равно убыток, плюс еще надо давать тело кредита, плюс процентные ставки и так дальше. Ну он правильно, он рассуждает, говорит так, а что с людьми делать? А как завод, а работа, а заработная плата? И вообще завод нельзя бросить. Это же небезопасный завод сам по себе, производство небезопасное. Его нужно обслуживать, даже если не производить продукцию. Поэтому вопрос серьезный, вопрос очень серьезный. Но, как он говорит, это еще не катастрофа, потому что мы переживали и такие времена были. Когда-то останавливали завод. И там примеры проводил по годам, когда это было. Поэтому, может быть, придется. Я еще раз подчеркиваю, это не говорит о том, что его останавливают. Но все в ожидании приватизации завода. Потому что, если будет приватизация, я понимаю, что тот, кто купит, у него будет свой газ, у него будут совсем более доступны кредиты и так дальше. Поэтому тоже в ожидании именно приватизации. Но сейчас, вы знаете, в первом учении рассмотрели вопрос о процентных акциях 5 и 10 процентов, то, что хотели раздробить приватизацию. Сейчас, как бы, теперь, кто принимали закон, чтобы выставить на аукцион 5-10 процентов, теперь принимают закон, чтобы наоборот, не выставлять, а продавать полный пакет акций. В первом учении прошло, если придется, в втором учении. Я понимаю, что фонд Госмайна сегодня выступает о том, что они вот в апреле выйдут. Я в этом глубоко сомневаюсь, чтобы в апреле. Дай бог, чтобы вышли на приватизацию, ну, в август месяц. Ну, не раньше. Но для завода будет чем раньше, тем лучше. Потому что могут быть проблемы на заводе. Вы входите в приватизационную комиссию. Были уже собрания по... Я не вхожу в приватизационную комиссию. Это впервые за 20 лет приватизации. Меня вывели из приватизационной комиссии. И когда я говорил с председателем фонда госимущества и задавал ему такой вопрос, почему. Он мне ясно ответил, потому что вы будете задавать много вопросов по социальным вопросам города и инфраструктуры. Я ему сказал, чего бы мне это не стоило, что я обязательно буду в комиссии по приватизации. Потому что на заводе работает только 4 тысяч человек. И более 50% всей инфраструктуры города Южного замыкается на одесском припортовом заводе. Я это буду решать через Кабмин, через президента, через кого угодно. Но я буду в этой комиссии. Поэтому я сейчас дал документы. И буквально, возможно, на этой неделе я вплотную к этим вопросам заделюсь. Но комиссии еще не заседали. Вопрос еще не рассматривался. Потому что я знаю, как было, когда уже была приватизация, я был в комиссии. Это не так быстро все решается. Там было как минимум 3-4 заседания комиссии. Мансились коллективы. Сейчас не было еще ни единого заседания комиссии. Продолжение следует...